Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Знаменитую песню Михаила Исаковского сегодня нужно было вспомнить тем, кто пришел написать диктант Победы. На площадке в мемориальном комплексе в селе Мирном 26 участников. Ева Прудникова одна из них. Диктант пишет уже второй раз. Для меня эта акция очень важна, потому что каждый из нас должен помнить свою историческую память, помнить историю нашей Родины. Диктант Победы пишут на 8 тысячах площадок во всех 85 регионах России. Не только очно, но и онлайн. Во всей республике Крым практически на 200 площадках, если быть точным, 175 площадок проведения диктанта Победы на полуострове сегодня у нас одномоментно пишут данный диктант. Мы понимаем, что это порядка 5-7 тысяч участников диктанта. Диктант Победы состоит из 25 вопросов, 20 на общее знание истории Великой Отечественной войны, еще 5 относятся к региональной военной тематике. На его написание выделено 45 минут. Вот как человеку, написавшему этот тест, уже сегодня становится понятно, на что направлены были устремления организаторов, на то, чтобы подчеркнуть, что сколько бы ты не интересовался историей, сколько бы ты не изучал историю своего государства, все равно будут те страницы, которые для тебя на эту минуту еще не открыты. Во время диктанта участники смогли проверить свои знания о событиях военного времени и подвигах советских героев. В этом диктанте оценки не главные. Участники выполнили задания в форме тестов. По результатам акции будут определены победители, которым затем вручат памятные призы. Диктант Победы!